МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Финальные штрихи". В учреждениях образования продолжается подготовка к 1 сентября. Учебный год мы ждем с нетерпением. Какой бюджет? Ничего святого. Продавец несколько месяцев похищал у пенсионера деньги с карточки. Каждый раз суммы варьировались. Сколько удалось наворовать? Цветет и пахнет. Бобруйск продолжает меняться до неузнаваемости. Администрация наша вся молодцы. Что делают для комфорта жителей? А также план по цифровизации, длинная очередь и приятные открытия. В Беларуси обнаружили новые места обитания животного, занесенного в Красную книгу. О ком речь? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. По маршруту высоких показателей. Уборочная кампания 2024 в самом разгаре. На бескрайних белорусских полях вовсю кипит работа. Цифра собранного урожая приближается к 5 миллионам тонн зерна с учетом РАВСа. Плечо аграриям подставляют и отечественные предприятия. Бобруйская Беларусь-Резинотехника не первый год направляет весомую поддержку хлеборобам. Мы отправили две единицы техники вместе с экипажем. Это трактор МТЗ и самосвал МАЗ в Бобруйский район. Работа ведется с утра до вечера. Мы прекрасно понимаем, как важно непосредственно быстро и качественно собрать урожай. Поэтому наши сотрудники работают в полную силу. И от этого будет зависеть общий каравай Республики Беларусь. В режиме нон-стоп вместе с уборкой урожая продолжается и заготовка травяных кормов. Выполнено 35% единиц к плану. Вытереблено 32 тысячи гектаров льна. Это 71%. Безналичный расчет. Продавец несколько месяцев похищал у пенсионера деньги с карточки. К правоохранителям обратился мужчина. С его кредитки пропала крупная сумма. В тот момент, когда покупки ограничивались самым необходимым в продуктовом около дома. Следователи выяснили, доверчивостью потерпевшего пользовалась 23-летняя работница магазина. Женщина 27 раз с помощью платежного терминала сняла с карточки мужчины сумму, которая превышала стоимость его покупок. Каждый раз суммы варьировались, начиная с минимальной 3 рублей до максимальной 262 рублей. Таким образом, путем модификации компьютерной информации, женщина похитила с расчетного счета покупателя более 1600 рублей. Следствию недобросовестный продавец пояснила, деньги тратила в том же магазине на продукты питания. Причиненный ущерб девушка возместила. Темпы развития, правила утилизации и сохранения памяти. Госархивы за текущий год планируют оцифровать почти 2 миллиона страниц документов. Как продвигается процесс? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. По итогам 6 месяцев экономика Беларуси набрала обороты выше целевых параметров. В целом из пяти показателей четыре идут с опережением темпов. Сельское хозяйство прибавило 10% к уровню прошлого года. Позитивную динамику демонстрирует экспорт. Он вырос на почти 103%. Говоря о поставке товаров, эксперты ожидают повторения рекордных цифр 2023-го – более 40 миллиардов долларов. В Беларуси разработали новые требования по обращению с бытовыми отходами. Основные изменения касаются организации раздельного сбора мусора и условий его перевозки. Для вторичных материальных ресурсов – стекла, пластика, бумаги и картона – устанавливается единый контейнер. Это поможет упростить и сделать более экономически выгодным процесс утилизации сырья. Госархивы за текущий год планируют оцифровать почти 2 миллиона страниц документов. За последние несколько лет приобретено не менее 25 единиц современного сканирующего оборудования, что позволило увеличить объем электронных копий. Это сделало возможным сохранение уникальных особо ценных бумаг. Благодаря процессу можно работать как в читальном зале архива, так и дома по удаленному доступу. Порядка трех тысяч машин и 40 автобусов ожидают въезда в Евросоюз. Сопредельные контрольные службы за 24 часа пропустили на территорию Литвы 19% грузовиков от нормы. У латвийского пункта ситуация лучшая – за сутки приняли 44% автомобилей. Польский погранпереход дал проехать почти 60% фур. В Беларуси обнаружили новые места обитания животного, занесенного в Красную книгу. Ученые отыскали две локации, где проживает европейский барсук. Представитель фауны считается одним из наиболее уязвимых. Чтобы наблюдать за зверями и определить их активность, количество и приплод, специалисты установили фотоловушки. Значительный плюс – белорусов ждут денежные надбавки. Август приготовил для жителей республики плановые изменения. С начала месяца бюджет прожиточного минимума увеличится на 3,4% до 433 рублей. Вместе с ним вырастут соцвыплаты, детские пособия и возрастные доплаты к пенсиям. Действовать показатель будет по 31 октября 2024. Если ранее пособие на первого ребенка составляло 724 рубля, то с 1 августа оно составит 777 рублей. То есть увеличение как бы значительное – на 53 рубля. Будет увеличен размер пособия по уходу за инвалидами первой группы. Если ранее данное пособие составляло 418 рублей 73 копейки по уходу за одним инвалидом, то на сегодня это будет 433 рубля. Пособия на погребение также станут больше. Их величина зависит от среднего по республике заработка за позапрошлый месяц, если считать от даты смерти. Кроме того, более 240 тысяч учащихся гимназий и школ и 115 тысяч многодетных семей получат матпомощь к учебному году. Прием заявлений от родителей начался в середине июля. Сумма выплат – 30% БПМ. До нового учебного года рукой подать. В учреждениях образования денно и ночно трудятся над внешним обликом обители знаний. Покраска, замена плитки, обновление мебели к апгрейду в Бобруйске подходят со всей серьезностью. Финальные штрихи подметила Елизавета Липеева. В учреждениях образования уже через месяц вновь зазвучит звонок знаний, пока юные бобруйчане набираются сил к 1 сентября в стенах родных школ преображения до неузнаваемости. Шик и лоск повсюду – и в учебных кабинетах, и в спортзале, и в музее. Надлежащая подготовка к новому учебному году – одна из основных задач, которая стоит перед коллективом нашего учреждения образования. Мы стараемся сделать все, чтобы в школе были созданы безопасные и комфортные условия для наших детей. В школе действует пропускной режим и установлено 17 видеокамер. Особое внимание тем, кто только начинает шагать по длинной лестнице образования. В 28-й школе в пяти группах продленного дня апгрейд на максимум новые кровати, линолеум, на стенах свежая краска. Каждый учебный год мы ждем с нетерпением. В классе обновляется много чего. И покраска стены, и замена линолеума. Ребятам, конечно же, приятно приходить в обновленный, красивый кабинет. И очень от этого зависит эстетическое восприятие школьного процесса. Яркими красками пестрит и 30-я школа. На сцене актового зала – блестящий ламинат. В семи кабинетах 105 пар, 210 стульев заботятся и о команде педагогов. Для них 45 учительских столов. Новая мебель и в столовой. Мы поменяли на 60% ученическую мебель, письменные столы для преподавателей. Получили еще 10 новых компьютеров. Меняем старые компьютеры на новые. То, что я перечислила, это было закуплено за счет бюджетных средств. Не узнать и первую гимназию. Здесь ремонт на каждом углу. Покрашены стены, потолки, полы. В некоторых кабинетах новая мебель, напольное покрытие. В санузлах заменена плитка. В кабинете информатики и технического труда – современные компьютеры и станки. Хочется отметить инициативность и, наверное, трудолюбие своих работников. И технического персонала, и педагогических работников. Потому что они относятся очень ответственно к тому, чтобы дети пришли в замечательные, отремонтированные кабинеты гимназии. К 20 августа все учреждения образования Бобруйска должны получить паспорта готовности. В этом году на ремонтные работы из бюджета выделено более 5 миллионов рублей. Было закуплено 28 компьютерных классов, 103 персональных компьютера для управленческой деятельности. Кроме того, спортивное оборудование, оборудование для классов трудового обучения, технологическое холодильное оборудование для пищеблоков. Но и особое внимание, конечно, уделено территории учреждения образования. Апгрейд не обходит стороной прилегающих к школам территории. Новое асфальтовое покрытие, современная тротуарная плитка, комфортные лавочки, зеленые насаждения, визитная карточка учреждения образования, от которой глаз не оторвать. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Шаг за шагом. Бобруйске продолжаются работы по благоустройству. На пересечении Чингарской и Красноармейской засиял новенький пешеходный переход. Изменения оценили как водители, так и пешеходы, в том числе и юные. В паре шагов от дороги детская площадка. Очень красивый, чистый, особенно в последнее время преобразился, даже, можно сказать, по типу, как и столица. Администрация наша вся, молодцы. Здесь вот хорошо сделали разметку, зебру. Я езжу на самокате, хорошая дорога, приятно кататься. Бобруйск самый лучший. Вот, кстати, вот сейчас весь отремонтировали. Шикарный город. Дороги, кстати, хорошие, стротуары. Вот не успеть ездить, вообще приятно стало. Специалисты также продолжают наносить дорожную разметку. Свежая краска появилась на Батова, Октябрьской, Социалистической, Ленина, Гагарина, Урицкого. Всего в планах покрыть более 30 тысяч квадратных метров. Объем работ значительно превышает прошлогодний. Сразу после нас сирена. Мой коллега Роман Костюков с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»